Сейчас на онлайн рынке умных часов целая уйма, на любой вкус, цвет и ценник, но нужно ж из чего-то выбирать. На рассмотрении у меня сегодня смартфотч от компании Idea Pro, это новинка, IDI Pro i8. Они адекватны по цене, хорошего качества и в них есть как свои плюсы, так и минусы. Самое первое, что бросается в глаза, это изображение на IPS дисплее. Диагональ дисплея хорошая, 1,7 дюйма. Разрешение 240 на 280 пикселей. Довольно неплохое значение, как для большинства подобных устройств. Выглядит корпус красиво, а ремешок приятный и мягкий. Сами часы небольшие и мне это понравилось, на руке они почти не чувствуются и с ними комфортно. Ранее я пользовался умными часами от Blitzwolf, они также очень классные, но для меня великоваты и когда я сравнил их на руке с этими, то понял, что размер имеет значение. У меня рука небольшая и размер i8 мне удобнее. Управлять часами просто и удобно. Функционал большой, из 14 меню. Свайпаем снизу вверх, видим шагомер, частоту биения сердца, будильник для сна, сообщение, настройка видов спорта, секундомер, давление кислорода в крови, калькулятор, управление музыкой, артериальное давление, управление камерой, игра даже есть, изменения тем меню и данные о погоде на несколько дней. Свайп сверху вниз и открывается другое меню с настройками, яркостью, ночным режимом, еще видно деление зарядки и соединение со смартфоном. В режиме ожидания батарея протянет 30 дней, в повседневном 10, по заявлению производителя, и это похоже на правду. Перед тестом я зарядил часы полностью и после 4 дней использования они разрядились до 68%, то есть 10 дней думаю, что точно протянут. Но конечно все же зависит от интенсивности использования. Соединяются со смартфоном часики посредством Android 4.4 и iOS 8.2 и выше. Приложение на смартфоне очень обширное, называется Q-Watch. Отображаются в нем все показатели, которые только могут быть, а также есть график активности на протяжении дня. Все это явно пригодится спортсменам или тем, кто хочет похудеть. Помимо спортивных настроек, часы вибрируют при будильнике и звонках, с отображением имени звонящего. А еще показывают текст сообщения, которые пришли вам на телефон, допустим в Viber, в Instagram или еще в какие-то соцсети, в которые вы выберете. Хотя содержимое сообщения в полном объеме не всегда показывается. Это стандартные возможности часов, но очень полезные. Есть небольшой минус у i8. Вернее минус не у часов, а у зарядного магнита, который коннектится к часам. Магнит этот ужасный, заряжать им можно только в перевернутом виде. И то, чтобы не задеть. Если сравнивать с часами от Blitzwolf, то там за магнит можно без проблем поднять часы, при том, что они немножко тяжелее. А в этих магнит разочаровал. Ну это единственный минус, который я увидел у i8, но он есть. Приложение на смартфоне очень информативное, с большой кучей настроек. Вот некоторые из них. Заявляется, что язык в приложении можно сменить, но я не нашел как. Хотя все и на английском языке, все понятно и просто настраивается. Еще, кстати, что меня удивило, это можно отречить по навигатору маршрут, по которому вы бегаете. И вам отобразятся потраченные калории, время бега и километраж. Кто любит пробежки и легкую атлетику, тот точно оценит. Используя часы каждый день, можно не беспокоиться про то, что они намокнут. У i8 надежный водонепроницаемый корпус. Это неоценимо в быту и во время занятий спортом. Как правило, рука спортсмена активно потеет, что может сыграть злую шутку со многими гаджетами. Подытожив мой опыт использования данными часиками, могу сказать, что они заменят мне ранее обозреваемые часы от Blitzwolf. Но не из-за каких-то функциональных особенностей, а только лишь из-за своего размера. Они реально очень удобно сидят на руке и не мешают при ношении и использовании. Функционал у них отличный, характеристики достойные. Да и использую я такие часы в основном из-за их основных функций. Это уведомления о звонке и просмотр времени и погоды. Другими функциями устройства я пользуюсь крайне редко. Как я полагаю, большинство пользователей. Пишите в комментариях, как вам этот гаджет, какие часы вы используете и каких функций у вас нет в сравнении с этими часиками. Или наоборот, каких тут нет. И что не хватает этим часам, по вашему мнению. Ко мне на обзор пришли еще двое интересных умных часов от Кубот. Так что кому интересно, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить обзор. Хорошего вам вечера и увидимся. Пока-пока.